Сквер Аксаковых в Самаре преображается буквально на глазах. Когда-то именно здесь, на пересечении Фрунзе и Красноармейской, стоял дом, в котором жила семья губернатора Аксакова. Сквер с пятью фонтанами по проекту Петра Щербачева появился здесь в 30-х годах прошлого века. Местные жители решили вернуть первозданный вид этой территории и приняли участие в областной программе содействия. Как идут работы, проверили глава города Елена Лапушкина и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Здесь уже выполнены все земляные работы, специалисты продолжают устанавливать стеклянные стенды, которые символизируют страницы книги «Оленький цветочек», которую написал отец Григорий Аксакова. Во время раскопок здесь обнаружили старинную кладку. Оказалось, это печь дома Аксаковых. Ее решено сохранить. Мы приняли решение все-таки открыть для всеобщего доступа вновь открывшиеся фундаменты, и для этого нужны определенные работы. Но, тем не менее, работы ведутся, работы ведутся достаточно активно, и сквер, конечно, получится крайне интересным. Следующая точка – сквер Устинова. Это одно из предполагаемых мест для размещения мемориала генералам-фронтовикам, родившимся или похороненным в Самарской области. В результате архивных поисков удалось установить имена 177 уроженцев региона, участников Великой Отечественной войны, имевших высшие звания командного состава вооруженных сил. Остается решить организационные вопросы и определиться с местом установки памятника, а также с архитектурным решением будущей скульптуры. Мемориал планируется разместить в центре города, в непосредственной близости к площади Славы, Вечному огню и Аллеи маршалов. Мы, по сути, делаем ноу-хау. Никто и никогда такой работы не проводил, и ни в одном регионе России нет на сегодняшний день памятного мемориала, знака, который бы увековечивал уроженцев этой территории, высших имевших воинские специальные звания, участников Великой Отечественной войны. Мы первые. Я уверен, что наш опыт будут перенимать и другие регионы. Нам очень важно, чтобы это был не просто монумент, еще один появившийся в городе, а чтобы он действительно был знаковым, чтобы он находился там, где это максимально органично. Открыть новый памятник планируется в 2021 году. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.